Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Солнышко пришло, май пришел, и хочется верить, что карантин этот все-таки уже скоро массово отовсюду уйдет. И мы с вами, обновленные, классные, счастливые, будем, в общем-то, радоваться жизни, и, конечно же, ходить, наконец-то, без всех этих намордников, от которых страшно устали. Вообще кажется, что люди устали. Устали от вот этого сидения, устали от бездействия. По крайней мере, я это наблюдаю уже с разных сторон, но скажу честно, что у меня не был этот период с сидением и бездействием, скорее наоборот. Наверное, я как раз из тех людей, которые очень долго программировали для себя, что кризис – это возможность. Конечно, именно в этот момент как-то все сложилось, вся нужная информация, вся энергия, все, что только можно, накопилось, и, в общем, пошло по полной программе. И, наверное, последние два месяца наиболее динамичные в моей жизни, чему я безгранично счастлива, счастлива, еще раз счастлива, потому что есть твердое ощущение того, что ты дома, есть твердое ощущение того, что ты вернулся в какое-то свое энергетическое русло, что ты вот прошел какую-то такую, знаете, свою петлю, и как бы и все катит. И это мега круто. Не очень люблю разговаривать с вами в очках, но очень целепит солнце. И это мега круто. Я сегодня хочу об этом поговорить. Вы знаете, это такая потрясающая штука, когда ты находишь какое-то новое себе ощущение, все-таки солнце слепит, новое классное ощущение, с которым ты идешь, новые действия, новое понимание своей жизни, новое обретение себя, вообще все как-то становится, вот, знаете, вот идеально, вот что называется, как я часто говорю, идеально не бывает, а тут становится. И ты понимаешь, что ты хозяин своей жизни, что ты абсолютно полностью управляешь своей жизнью, ты знаешь, что тебе делать, как тебе делать, когда тебе делать, и ты полностью берешь ответственность за то, что ты делаешь. Господи, я обожаю эту ответственность, я обожаю все это, и, конечно же, сейчас абсолютно чувствую себя в своей струе. Я вам скажу, вот сегодня я спала 5 часов, не потому что мне не разрешали спать, или не потому что мне мешали спать, а потому что энергии много, много, жалко спать, хочется больше делать, хочется больше знать, хочется больше практиковать. И сейчас каждое утро, когда я просыпаюсь, мое утро начинается с практик, что моя машина сегодня запрыгала после ТО. И это знак, это знак, что нужно покупать новую машину, я уже поняла это. И, кстати, собираюсь на этой неделе ехать в салон на тест-драйв, на то, чтобы посчитать, и уже думаю о новом автомобиле. Вот, делюсь с вами с первыми. Итак, что же происходит с нами, и за что мне страшно обидно? Обидно мне за то, что есть некое понимание уже, изучение, понимание той информации, которая почему-то не всем людям интересна, но, наверное, на то есть причины. 99% людей – это люди, которые живут так, как живется. Это удивительно, это фантастически, но это правда. То есть люди ни к чему не стремятся, особо ничего не хотят, а, что называется, пожинают плоды того, что есть вокруг них. И есть определенное, точнее, четкое понимание у этих людей того, что от них ничего не зависит. Лучшее, что может случиться – это судьба. Карма повезет, не повезет. В общем-то, так определяет для себя жизнь среднестатистический обычный человек. Конечно, 1% людей – это люди, которые понимают и чувствуют нечто большее, начинают копать, начинают искать. И что? И, конечно же, находят. Потому что, когда у тебя включается поиск, это как у нашего айфона, включается локатор, у нас есть опция «Мы находим». Значит, первая подсказка – нужно искать. Итак, когда у вас эта опция включена, и вы начинаете ерзать, и вы понимаете, что «Е-мое, как-то этот мир устроен, хочется очень сильно понять, что-то хочется поизучать». Конечно, я вам хочу сказать, есть огромная разница между тем, когда к нам попадает в руки книга, и между тем, когда у нас начинается практика. Когда к нам попадают реальные знания, мы заставляем себя практиковать, и у нас начинаются некие озарения и некое понимание. У меня недавно случился такой инсайт, которым я сегодня хочу с вами поделиться, конечно же, потому что я уже знаю, что у меня есть аудитория думающая, понимающая, развивающаяся. И даже по потокам в рерайтере жизни за два месяца уже больше 300 человек, я мега счастлива, что такое количество людей находится и притягивается. Так вот, вы знаете, долгое время я говорила и считала, что нам что-то дает Вселенная, что стоит нам что-то у Вселенной попросить, как она нам это дает. Ну, не то, что стоит, ну, вот если мы как-то правильно просим, да, мы с вами все знаем случаи о том, что если ты посылаешь какой-то запрос, если ты об этом думаешь, если ты хочешь, то бывает частенько такое, что к тебе это приходит. Какой-то твой образ точный воспроизводится там, который ты когда-то себе навизуализировал. Ну, в общем, моя жизнь, в принципе, на этом построена. Так вот, долгое время я считала, что это дает Вселенная, она умнее нас, она дает. Сейчас я поняла очень крутую штуку, я поняла, что это не она дает, это мы притягиваем. И дело не в том, что я отрицаю какую-то высшую силу, нет. Мы все часть этой силы, мы все там ее дети, ее составляющая, ее какая-то там маленькая точечка, это абсолютная правда, мы ее часть. Но я все время думала, знаете, как вот если банально рассуждать над тем, ну, каким образом Вселенная слышит всех этих людей, или там Бог слышит всех нас, миллиарды людей, как нас слышат. И я вот, знаете, начала думать сначала с позиции организатора, я же организатор по призванию своему. И я понимаю, что, например, вот у моей Евы английский язык, и ей звонят в скайп, а она сама трубку не снимает, и нам точно надо знать, что в 11 утра кому-то из нас надо будет побежать и снять ей трубку. И так происходит каждое утро. Пока однажды я вдруг не подумала, а что мне ей не научить снимать трубку. Я просто ей пять раз позвонила, и она мышка, еще ручка такая не очень уверенная, а как бы на компьютере нету тачскрина. Вот, и она просто потренировалась несколько раз, и она научилась снимать трубку. И когда я начала, сейчас я изучаю очень много практик, практикую, я не изучаю, я практикую, это две огромные разницы. И когда я во все это стала погружаться, я осознала очень простую штуку, что Вселенная дала нам потрясающую возможность при рождении. Она нам сказала, слушай, я знаю, что ты много можешь хотеть, но прости, у меня не всегда будет время тебе это дать. Поэтому вот тебе разум, ты ему говори, что нужно, и он будет притягивать к тебе обстоятельства и ситуации, которые тебе это дадут. Ты просто думай, ты просто в него посылай. И он тебе будет давать. Это не я. Я тебе просто дам инструмент, знаете, скатерть-самобранка. Держи и рули сам. Я научу тебя готовить. Я тебе, ты не от пищи будешь зависеть, приготовью я или нет, я научу тебя готовить. Это же гораздо круче. И вот нам дали разум. И говорят, ну, Вселенная, наверное, думала, наверное, думала, предполагала, а может быть, нас закладывало, это я не знаю, что мы будем этим пользоваться, что мы поймем, что для того, чтобы что-то получить, нам нужно свои мысли таким образом направить. Это не говорит о том, что вы живете кое-как, и тут вы такие думаете, о, мне нужна новая машина, мне нужна новая машина, мне нужна новая машина. Ну, что, у меня нет новой машины? Нет, друзья. Я уже вам говорила о том, что наши мысли – это то, что создает вибрации вокруг нас. Мы из части энергии. Мы создаем определенные вибрации. Если вы будете долгое время говорить, например, мне плохо, мне плохо, или вы будете находиться рядом с человеком, который говорит, все плохо, все плохо, вам будет тошнить от того, чтобы находиться рядом с ним. Вы будете чувствовать, что реально плохо. Вам сейчас плохо, мне плохо. Но, если вы при этом будете говорить все время, мне классно, мне классно, 5 минут, я не говорю о жизни, я говорю 5 минут, или будете находиться рядом с человеком, который вышел, и у него только что, я не знаю, он выиграл, победил, блин, классно поработал, у него что-то получилось, вы будете чувствовать вибрации энергии. Вы понимаете, что это действительно так. Даже если вы не шарите в физике, во всех этих там законах, нет. Вот так вы можете это понять. Соответственно, каждая наша мысль имеет определенную вибрацию. Каждая. А теперь представьте, что у нас в голове постоянно миллион этих мыслей, постоянно, которые мы не контролируем, которые мы вот едем, я уже об этом говорила, мы едем, тут написано, тут плохо, тут по радио говорят, коронавирус, тут умер, тут еще и ты, бл-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б. Все, ваш разум наполнен этим. А теперь представьте себе, что вы начинаете контролировать свои мысли и засаживать. Засаживать свой огородик, выбирая, что вы туда сажаете, какие мысли, о чем эти мысли, какие цели вы перед собой ставите, чего вы хотите, вы начинаете думать об этом. Ваша вибрация меняется. Вибрация это то, что притягивает ситуации и обстоятельства. Притягивает. Соответственно, повторяю, что все, что вы имеете в своей жизни, это не вам повезло, это не вам дали или наказали, это вы притянули своей вибрацией, своими мыслями все, все, что с вами случилось. Таким образом, это очень крутая новость, потому что вы управляете своей реальностью, вы можете ей управлять. И это крутая новость, потому что это объясняет, почему у вас есть пульт. Почему у вас есть пульт? Потому что, когда вы управляете своими мыслями, вселенная дала вам эту возможность. Она вам не сказала, что, сори, прости, я тебе дала набор базовый, галимых мыслей. У тебя будет в жизни все галимо, потому что у тебя галимые мысли. А тебе повезло, у тебя сливочные мысли, а у тебя с шоколадиком, приправкой, нифига. Она дала вам любую возможность. Она дала вам формочку для мороженого и все вкусы мира. И все вкусы мира. А вы такой сидите, ребенок, и вам влом. Вы из земли лепите, из земли. И иногда вы так пальцем брумс в карамель. Вы даже не поворачиваетесь и не видите, что карамель сзади вас-то стоит. Вы просто не берете. Вам просто в земле проще ковыряться. Я, конечно, супер-женщина по примерам, я знаю. Я примеры рассказываю такие, чтобы было понятно, кому, чего, как. Но я хочу, чтобы вы понимали, что все вкусы мира мороженого лежат перед вами. Зачем вы лепите из земли? Да, это непросто. Когда ты всю жизнь привык жрать из земли, у тебя рука автоматически идет. Контроль наступает. Точнее, контроль нужно создать, чтобы он наступил. Нужно себя для этого контролировать. Знаете, когда ручка к земле лезет, вы такие, опа, по ручке нельзя. Но сам факт того, что вы можете этим управлять. На секундочку. Вы можете этим управлять. Не это ли шикарная новость, скажите мне, пожалуйста? Не это ли лучшая новость, которая вообще может быть? И вот для меня осознание и практика этого за два месяца перевернула мою жизнь. Просто перевернула. Мне было легче и сейчас легче, только потому, что я уже не первый год занимаюсь разными практиками. Я, как и вы, обычный человек, который забывает, ленится, иногда почему-то переключается. Но я пообещала себе, что больше этого не произойдет в моей жизни, что большего этого не произойдет. Поэтому я буду об этом говорить, я буду это делать, я буду показывать пример, я буду нести это, для того, чтобы вы понимали, что на самом деле жизнь прекрасна, на самом деле мы наполняем ее тем, что мы хотим. И каждая ситуация, которая сегодня есть в вашей жизни, она вам не нравится, вы должны принять то, что это вы ее притянули, вы ее создали своими мыслями и поработать в обратном направлении, поработать в обратном направлении. Сейчас мой марафон «Рерайтер жизни» сильно преобразовывается, потому что вначале это была история о том, чтобы просто написать книгу. Потом я подключила медитации. Сейчас это будут крутые медитации, потому что я решила их профессионально записать, сделать, для того, чтобы с этим можно было хорошо очень работать, мне хочется улучшать это. Сейчас у «Рерайтера жизни» у первого потока будет выпуск 16 мая, и я создала, решила сделать клуб, для того, чтобы мы могли уже там непосредственно заниматься практиками. Заниматься практиками, где мы будем учиться, каким образом все то, что мы намечтали, все то, что мы прописали, все то, что мы создали, мы создали альтернативную реальность своей жизни. И когда ты создаешь альтернативную реальность, ты понимаешь, как на самом деле ты хочешь жить, ты понимаешь, как ты можешь жить. И что самое интересное, уже во время нашего первого месяца ты понимаешь, что это возможно. Ты еще не знаешь как, у тебя еще есть много страхов, ограничений, у тебя еще ничего фактически не меняется особо, но у тебя в голове щелкает. И ты получаешь такую кнопочку, знаете, новую опцию, когда ты вдруг понимаешь, что теперь у тебя появилось видение, у тебя появилось видение другой жизни, и тебе страшно хочется, потому что теперь ты понимаешь, что это возможно. Теперь ты понимаешь, какой на самом деле должна быть твоя жизнь. Ты уделил этому время, и ты этого создал. И сказать вам, что я сегодня несчастлива в этом, я вообще не могу. У нас сейчас каждый месяц стартует новый поток рерайтера жизни, следующий стартует 1 июня. Я сейчас не то что воодушевлена, я сейчас просто полна, полна счастья, полна энергии и понимания того, что мне невероятно нравится то, что я делаю, мне безумно нравится то, что я вижу, мне безумно нравятся все изменения, которые происходят уже сейчас в моей жизни, и мне безумно нравится, что притягивается такое большое количество людей, которым я могу дать некое направление, не считаю, что суперзнание или еще что-то направление, потому что тот, кто притягивается, тот, у кого йокает, это, как правило, люди, которые сами притягивают тебя. Ведь ты не можешь появиться в чьей-то жизни, если у человека, у другого не было этого запроса. Все притягивается, мы притягиваемся запросами. Поэтому, ребят, хочу, чтобы вы сегодня осознали кайф от того, что вы способны изменить все. Даже если вы ничего не поняли из моей речевки, запомните это. Заходите на мой телеграм-канал, там есть книги, читайте их, почитайте Джона Кеха, пытайтесь что-то слушать, пытайтесь поекать. И в тот момент, когда вы почувствуете, что что-то происходит, приходите ко мне на рерайтер жизни, правда. Приходите, попробуйте. В этот раз мы запустили пробную версию, которую купило огромное количество людей, и очень много людей приняло решение остаться. Потому что осознали в процессе, знаете, как типа, ай да попробую, осознали в процессе, что, блин, это реально крутая штука, это действительно крутая штука. И это не то, что поможет улучшить вам на время фигуру, это не то, что поможет вам мыслить позитивно. Это, повторяюсь, это не про позитивное мышление, это про конкретные навыки и умения изменять свою жизнь и делать ее такой, как вы захотите. Без исключений. Такой, как вы захотите. Запомните, такой, как вы захотите. Все абсолютно можно получить. Я это точно знаю, и я буду вам это показывать на своем примере день за днем. Всем классного дня. Я надеюсь, что я вас подкрепила, зарядила. Карантин заканчивается, друзья. В скором времени обязательно закончится, поэтому настроение должно быть огонь. Ставьте лайки видео, если вам нравится. Ну и буду стараться дальше вам записывать, потому что, правда, времени как бы не супер много. Не хочу делать эту установку, что его все меньше. Времени не супер много, но я очень хочу, чтобы те, кому надо, меня обязательно услышали. Люблю вас.